Дорогие ребята, вот это вас и пугает в экстремальном металле. Дорогие ребята, с вами Анастасия Александровна и сегодня мы с вами изучим важнейшую для нашего класса тему, как влюбиться в экстремальный металл. Мы с вами поговорим про пять металлических альбомов, с которых можно начать обожать эту музыку. А что же такое настоящая любовь? Это, конечно, ваши лайки и комментарии. Дорогие ребята, важно уточнить, что мы сегодня с вами будем говорить о металле, и это значит, что ваши ушки уже должны быть подготовлены. Может быть, вы уже слушали инди-рок, металл-кор, а может быть даже панк-рок и шугейс, то вы готовы перенестись в мир экстремального металла. А если вы уже слушали Арию, Саботон и, может быть, Пауэр-Вольф, то вы также допускаетесь к уроку. Итак, первый альбом, с которого можно раз и навсегда влюбиться в экстремальный металл. К сожалению, ребята, не могу вам показать всю красоту этой обложки. Вы уж изучите ее сами. Эта музыка может унести нас в параллельные миры. Можно сказать, что она вывела жанр на совершенно новый уровень. Это был один из тех альбомов, который открыл миру невероятную красоту музыки, в которую, правда, невозможно не влюбиться. Здесь есть все. И тремоло. И бласт-биты. И даже скриминг. И все это действительно сделано очень качественно. Кроме легендарных Шаграта и Селеноса, это первый альбом коллектива, в котором сыграл культовый барабанщик Николас Баркер. Здесь Симон играет на басу и поет чистым вокалом. Ах, как же он поет! Дорогие ребята, а прежде чем мы продолжим говорить о любви к металлу, я по просьбе родительского комитета хочу рассказать вам о комиксах. И не простых комиксах, а комиксах про металл. Дорогие ребята, скажу вам честно, комиксы прошли мимо моего детства. Да, впрочем, и отрочества, и юности. В центре внимания всегда был и остается металл. Но в последнее время, ребятки, я заметила, что что-то упускаю в этой жизни, а именно огромную и необъятную культуру графического романа. Ребятишки из издательства Камильфо выпустили несколько графических романов по металл-альбомам. О таком можно только мечтать. Вот, например, я держу в руках графический роман Вопия о возмездии по классическому альбому Джудас Прист 82-го года. Через 500 лет после гибели планеты на ее орбите появилось кольцо городов. Правит им сплотившаяся элита, жестокая и коварная. Когда молодой инженер совершает научное открытие, он сам того не ведая становится угрозой устоявшемуся порядку. После создания Кровавика те, кого он доверял, предают его и изгоняют его на поверхность мертвой планеты. Вопия о возмездии. В 87-м году Антракс выпускает исторический для металл-культуры альбом Among the Living. А сегодня по их истории тоже создан графический роман. Посмотрите, какой он красивый и мрачный. Отправляйтесь в темное путешествие андеграунда Америки 87-го. Кстати, ребятки, а кого из большой четверки трэш-металла вы больше всего любите? Напишите в комментариях. Ребятки из Камильфо также издали графический роман по альбому Пантеры «Грубая демонстрация силы». Роман к юбилею культового альбома Пантеры. У меня печатного издания пока нет, но вы уже можете найти его во всех магазинах комиксов страны. И эти три графических романа только начало. Ждем от ребят новостей об издании новых шедевров металл-культуры. Забыла добавить. Эти произведения 18+. А теперь вернемся к альбомам, после прослушивания которых можно влюбиться в экстремальный металл. Children of Bodom Hate Breeder Мой зелененький альбомчик. Это по большей степени пауэр-метал. Этот альбом появился на свет, когда интернет не был еще для всех в открытом доступе и сложно было узнать подробности поджанров металла. Я помню, многие тогда говорили, вот убрать бы этот блэк-карский крик и станет гораздо лучше. Но потом все привыкли к крикам Алексии Лайхо и поняли одну важную вещь, что относиться к скримингу и гроулингу нужно так же, как и к другому музыкальному инструменту. Не нужно ждать от него песни и текста-центричности. Песня всегда поется в нашей душе. Ой, а как же мне нравится этот хит Downfall. Так бы и сыграло его бы вам на гитарке. Но я не умею играть, поэтому послушаем. Следующий коллектив Between the Buried and Me и их альбом The Parallax 2 Future Sequence. В этом альбоме намешаны арт-рок, металл-кор, дед-метал и очень много космоса, с которым вы еще столкнетесь, погружаясь все глубже и глубже в бездну экстремального металла. Здесь есть и экстрим-вокал, который влюбляет в себя, и длинные композиции, к которым, конечно, нужно привыкнуть. И, конечно, хронометраж самого альбома 72 минуты. Нам с вами в эпоху Тик-Тока это может быть даже испытанием, а может быть и увлекательным путешествием. Ведь нам с вами предстоит изучить еще много концептуальных альбомов. А как только вы влюбитесь в этот альбом, можно потихонечку начинать переходить и на сторону прогрессив дез металла. Дорогие ребята, а прежде чем мы продолжим, я хочу попросить вас подписаться на этот канал, потому что я знаю, многие из вас смотрят мои уроки, оставляют комментарии, а на канал не подписаны. Подписывайтесь, пожалуйста. И еще, если вы не хотите пропустить новый урок, нажимайте обязательно колокольчик, и вам придет уведомление от Ютуба о новых роликах. И еще, ребята, я хотела вам сказать, мне было так приятно, когда после прошлого моего видеоурока вы оставили мне донаты на ремонт школы. Спасибо вам большое, и ссылку на донаты я оставлю в закрепленном комментарии к видео. «Инфлеймс» альбом «Клейман». Это почти как вторая волна металлкора. Жесткая, металлизированная, но в то же время очень мелодичная и хочется подпевать. В этом альбоме экстремальный вокал почти песенный и привычен для неискушенного слушателя. Вы здесь быстро привыкнете к вокалу, и гроулинг и скриминг перестанут быть для вас чем-то страшным и непонятным. Этот альбом влюбил себя миллионы слушателей и стал толчком для изучения других поджанров экстремального металла. Я уверена, что влюбит он в экстремальный металл и вас. Дорогие ребята, а я хочу, чтобы пятый альбом экстремального металла, который способен влюбить в себя нового слушателя, написали вы в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Я знаю, что все вы, мои ученики, очень умные и порой эрудированы даже больше вашей учительницы. Любите и влюбляйте в металл-культуру все больше и больше людей. С вами была Анастасия Александровна. До новых творческих встреч! Анастасия Александровна. Удач! Редактор субтитров Продолжение следует...